ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впрочем, вот краткий анонс сегодняшнего информационного выпуска. Все дело в трубе. На улице Гоголя заделанная пару недель назад труба отопления вновь причиняет жильцам неудобства. Выпил, так и не садись. Рязанские дорожные полицейские продолжают рейды выходного дня, задерживая пьяных автомобилистов. Поющая душа. Фестиваль художественной самодеятельности среди заключенных завершился в эти выходные в колонии поселка Стенькино. Ну а теперь обо всем подробнее. Коммунальные проблемы различного характера по-прежнему мучают горожан. Нельзя, однако, сказать, чтобы количество житейских неудобств в последнее время как-то стало резко больше. Однако довольно регулярно к нам в редакцию обращаются жители спальных микрорайонов и рассказывают о навалившихся на них жилищных бедах. Так вновь жители дома по улице Гоголя 13 приглашают журналистов посмотреть на последствия прорыва трубы отопления возле одного из их подъездов. Что там с трубой сейчас и какие взаимоотношения сложились у жильцов с тамошними коммунальщиками, расскажет Роман Дворецков. Аварийное состояние тепловых сетей – одна из самых наболевших проблем в нашем городе. Практически в каждом дворе или доме имели место подобного рода аварии. Для жителей дома 13 по улице Гоголя такие проблемы вообще являются нормой. В прошлую пятницу на пороге этого дома провалился асфальт. Кстати, местные жители уже не раз обращались в редакцию нашей телекомпании с проблемой, касающейся теплоснабжения. Узел элеватора у их подъезда парил на протяжении 10 лет, а теперь еще и это напасть. Значит, пишут, тепловые сети в районе указанного дома Гоголь-13 находятся в исправном состоянии, следов запаривания нет. И сегодня обвалился асфальт. Асфальт обвалился около подъезда, здесь дети бегают, пожилые люди ходят. На этот раз никто не пострадал, но вполне возможно, что в следующий раз жильцам или прохожим повезет меньше. Водоканал и теплосеть сваливают вину друг на друга. Выяснять, кто прав, а кто виноват, приходится владельцам квартир в доме под несчастливым номером. Приехали теплосети, водоканал. Водоканал вообще не чистит колодец, поэтому теплосеть говорит, что виноват во всем водоканал. Но кто виноват, пусть разбираются они. А сколько здоровья вытянули, это не рассказать. Самое дорогое вытянуть здоровье. И эти люди работают, которые вот так относятся к нам, к народу. Это что такое? Сколько можно нервов трепать нам? В энергетической компании признали тепловые сети исправными. Но эти заявления, как оказалось, не несут под собой никакой смысловой и практической нагрузки. Жители дома не могут спокойно спать, зная, что и в дом того и гляди провалится под землю. А следующий видеоматериал продолжает бытовую тему. Жители дома по улице Энгельса, 12, жалуются не только на драговизну услуг ЖКХ, но и на своих соседей. На место в Прехский микрорайон выезжала Алена Куколева. В доме номер 12 по улице Энгельса всего лишь 12 квартир. Но небольшому количеству его жильцов выпадает огромное количество неприятностей. Не обязательно заходить внутрь дома, чтобы убедиться в его ветхости и шаткости. Это и так становится ясно, мельком взглянув на фасад. Звонили в ЖКХ, который сейчас отвечает за платные услуги, где мы перечисляем деньги, капитальный ремонт. И просто обратились с просьбой, что почему наш дом не поставили на учет, как он ветхий. Ответили, что знаете, у нас такие дома есть по сто лет стоят. Но этот дом, практически он весь рушится. И он был построен, еще раз говорю, в 44-м году. Есть жители, которые 90 лет, 93 года, бабушки, которые говорят, что строили пленные немцы. Если уж деревянные лестницы в подъезде, о чем-то это говорит. Неясна ситуация с обслуживанием этого дома в плане снабжения водой. Тарифы, предлагаемые жителям, требуют отдельного внимания. За что это деньги мы платим? Нам объяснили, что вы убираете, моете свои подъезды. Мы им задаем вопрос. А вы понимаете, у нас нет никаких водоотведений, крана, где мы могли брать воду. Мы эту воду берем у себя дома, в своей квартире. Тогда водоканал говорит, вы разбирайтесь с своим ЖКХ при Окске. Они нам подали заявку, разбирайтесь с ними. В общем, ни конца, ни края мы не можем найти. Но эти денежки, которые отдельные графа, это должен быть в подъезде кран. Этот дом уже почти что 70 лет. И никогда не было кранов. Где тогда кран? Как это можно все понять? Откуда? Из воздуха это, значит, берут с нас деньги? За воздух, который на самом деле нет у нас. И еще проблемой многострадальных жильцов становится близкое расположение к их дому отделения полиции. Служебные ворота, примыкающие вплотную к этому жилому дому, запускают спецтранспорт круглосуточно и заставляют дрожать стены и окна и днем, и ночью. А дом ветхий. И это печальное обстоятельство принуждает его жителей дрожать вместе со стенами своих квартир. Постоянно они хлопают в металлические ворота, где ночь, полночь выходят сотрудники. Мы понимаем, что они ходят на работу. Они охраняют наш покой. Но получается, что покой они охраняют. Но жильцы этого дома страдают. Страдает в том, что очень, очень шумно получается этими воротами, открывают и закрывают свои двери. А сотрудники отделения полиции в перерывах между работой не прочь пропустить сигаретку и выкинуть окурок под окнами не своего рабочего здания, а именно здесь. И приходится жителям постоянно наблюдать не самую приятную картину. Все время заставлены машины, все время, и днем, и почти что ночью. И в выходные, и в проходные, не знаем, что тут у них заседание или собрание бывает. Грязь. И бутылки бросают, и останавливаются. И все на свете, и пакет, вот все. И сами уж собираем, убираем. Мебель какую привезти, не подвезти. Картошку какую привезти, не подвезти. Останавливаемся, правда, говорит, у космоса. И оттуда прем. Вдоль улицы с обеих сторон вплотную паркуются автомобили. Да так, что и скорой помощи не подъехать, и мебель не подвезти. В этом доме живут пенсионеры. 12 семей. В возрасте, где постоянно подъезжает скорая. Скорая подъезжает, так они практически останавливаются, где старый кинотеатр «Космос». И идут своими чемоданчиками. Коснись привезти мебель или что-то. Тоже не подъехать. В общем, мы страдаем по полной. Остается надеяться, что наша доблестная полиция будет охранять спокойствие граждан не только согласно уставу, но и руководствуясь общепринятыми моральными нормами. А каждый сотрудник, гордо нося погоны, будет ответственен за любой свой поступок, даже за выброшенный окурок. Напоминаем, что телефон информационной редакции телекомпании «Город» 720020 и 720021. Если у вас возникают какие-либо житейские проблемы, неудобства, либо вы стали свидетелем происшествия и хотите поделиться своей историей со зрителями, то звоните нам, и авторы программы «Время говорить» постараются помочь. Ждем ваших телефонных звонков. Сотрудники госавтоинспекции в эти выходные дни продолжили рейды по выявлению нетрезвых водителей. За прошедшие выходные на территории Рязанской области в ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии объединения, было выявлено 43 нарушения, было выявлено 43 водителя, управляющие транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Также два человека отказались от проходения медицинского освидетельствования. Рязанские полицейские заботятся и о безопасности пассажиров рязанских такси. Они продолжили выявлять нарушителей, а вернее тех водителей, которые выходят на линию без необходимых разрешительных документов. Рязанские полицейские на постоянной основе проводят рейды, направленные на выявление нарушений в сфере перевозок пассажиров легковым такси. На этот раз сотрудники полиции организовали проверку нелегальных перевозчиков совместно с Министерством транспорта и автомобильных дорог. Они проверили мини-предприятие на колесах на законность осуществления деятельности. Чего и следовало ожидать, нарушения обнаружены были. За данное правонарушение предусмотрен административный штраф по ст. 14.1 Административного кодекса осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения лицензии. С начала года сотрудниками ОМВД составлено 32 административных протокола, 5 автотранспортных средств помещены на штрафстоянку до решения суда. Перевозка пассажиров без специальной разрешительной лицензии не является безопасной по ряду причин. Одна из главных – машина не проходит регулярный техосмотр, а водителю, в свою очередь, медкомиссию. За управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси, водителю грозит штраф в размере 5000 рублей с конфискацией авто. А сотрудники наркополиции сообщили о задержании жителя Кораблинского района, у которого дома обнаружили более полутора килограммов марихуаны. Сотрудниками наркополиции в Кораблинском районе была изъята крупная партия марихуаны. 43-летний местный житель не случайно попал в поле зрения служителей закона. Ранее мужчина уже был судим за культивирование наркосодержащих растений и хранение взрывчатых веществ. В ходе проверки оперативной информации при досмотре жилища подозреваемого сотрудниками наркоконтроля было обнаружено без малого 2 кило марихуаны. Теперь следствию предстоит узнать, с какой целью мужчина приобрел такое количество запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело. Ну а теперь мужчине за хранение наркотиков грозит длительный тюремный срок. Впрочем, в местах лишения свободы не всегда грустно. После масштабного реформирования российской пенитенциарной системы среди заключенных регулярно проводят спортивные либо творческие конкурсы и фестивали. Так в эти выходные в шестой колонии, что в поселке Стенькино завершился очередной этап фестиваля песни «Поющая душа». За колючей проволокой оказываются разные таланты. Одна из мер воспитания и заключается в том, чтобы найти применение творческим способностям. Например, коллектив шестой колонии, он практически сформирован здесь. Люди приходят, начинают обучаться здесь. У нас работают творческие студии. Никто из них не мечтал собрать такой зрительный зал. В соседних камерах оказались и бывшие музыканты, и самоучки. У Алексея, например, душа поет с самого детства. Да он и сам не похож на большинство сидельцев. Честно признается, все это в его жизни не закончено. Не сиделось на одном месте, вот и получилось. И ничего, что я не стал академиком, Но не прошла мимо меня жизнь и красота. Пусть кому-то и трудны понедельники, А мне полегче, если рядом братан. Вы знаете, очень много людей здесь, вот в колонии, кстати, побывав, совершенно, которые раньше не были связаны никаким образом с желанием обогатить свой внутренний мир или развить свой интеллект. Здесь к этому приходят самые, казалось бы, люди со дна общества, полностью действительно урки, вот, всерьез задумываются над тем, что существуют такие вещи, как высокохудожественные, литературные произведения, здесь же уйма времени, люди считают много. О чем действительно думает каждый из них, так и останется тайной за семью печатями. Люди есть везде, напоминают они журналистам. Роман тоже не думал, что после всероссийских и международных фестивалей окажется на сцене исправительной колонии. Меня зовут Роман, я из ИК-3 строгого режима. Роман, я из ИК-3 строгого режима. Я передаю всем привет, кто меня знает. Конечно, маме передаю привет, девушке передаю привет, Насте, которая, надеюсь, дождется меня. Еще, как говорится, недолго осталось мне сидеть. Все проходит, пройдет и это. Экзотические инструменты осужденные обычно не используют в исполнении инструментальной композиции. Это обычно гитара, барабан, клавишные. Ну, вот баян иногда еще у нас вступает. Фестиваль «Поющая душа» в тюремных застенках проходит уже много лет подряд. Главный приз участия во всероссийском конкурсе исполнителей – Калина Красная. Главная сложность в том, что музыканты постоянно меняются. Одни выходят на свободу, другие занимают их место и не сразу привыкают к мысли, что и здесь, на зоне, не поздно взяться за ум и начать все сначала. Это был завершающий наш сегодняшний выпуск видеоматериал. Ну, а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет заместитель начальника региональной налоговой службы Алексей Лощенов. И речь в беседе пойдет об особенностях налогообложения физических лиц, а вернее тех изменениях, вступивших в силу с начала нынешнего года. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова